салют всем давненько у нас не было кораблей и вот вчера у меня случился достаточно хороший бой который длился все 20 минут записи я не врубал поэтому записывать буду с реплея ну и собственно как обычно комментировать свои действия по ходу боя для начала такие можно сказать базовые вещи что мы хотим получить мы хотим получить долгий бой с большим уроном поэтому в начале боя мы поднимаем эскадрилью бобров торгов не поднимаем потому что им сложнее зайти и не хочется их пока тратить скидываем в воду и мы сейчас будем открывать линкоры они эсминцы почему потому что мы можем получить если мы быстро потопим вражеские эсминцы будем их насиловать поможет получиться турбовин наш кому наш команду может просто задоминировать и все а это нам не нужно поэтому мы смотрим на ситуацию в бою как она будет развиваться пока непонятно какой будет намечать то есть чью сторону будет перевес turbo слив это турбовин или что поэтому просто тут летаем и набиваем домашний вражеский лк вообще не париться по поводу того что на него заходят бомбардировщики здесь я вот сделал ошибку небольшую поднял бомбардировщики а нет значит это позже будет здесь пока все правильно 7 бомбардировщик потом я подниму бомбардировщики будет там одна или две штуки зашло 6 бомб к сожалению без единого пожара но тем вражеский авик опять летит ставить истребители но ему отвечать тем что у меня стоит вверх на истребители которые уменьшают время атаки вот да я тоже не успел вылететь из зоны и вот сейчас я совершаю ошибку поднимаю бомбардировщики потом понимаю что у меня там всего один или два самолета и уже поднимают торпедоносцы бомбардировщики сразу вернул чтобы их не сбили истребители но и опять же пока непонятно как будет развиваться бой мы непонятно где идет продавливать где нет я пытаюсь понять дума куда идти решают что авианосец двигать лучше в сторону c потому что тем более я сам на этом фланге работают если опять же скидываем торпедоносов потому что много торпедоносов не хочется терять мы залетаем на 2 л а у них тут кого неплохое и мне спадлу терять торперы здесь у нас подготовилась реактивная эскадрилья штурмовиков мы сразу поднимаем чтобы сразу готовилась следующее чтобы они не простаивали тут black дает рлс вообще замечательно для штурмовиков эсминцы идеальная цель ракет много а бронепробитие у штурмовиков низкая но урон неплохой поэтому вот залетели на с 4 800 мы снесли на самом деле мало обычно они сносит по 7 по 8 хороший заход немножко не повезло здесь мы уже начинаем работать по эсминцу почему потому что наш эсмин слился и на том фланге обращаем внимание на мини карту под фланг что-то падает продавливается тоже там нет эсминца поэтому сейчас нам чтобы не получить turbo слив нам нужно заняться вражеским эсминцем и продавить здесь направление вот пытаемся ему тут зайти скидываем бомбы бомбы вообще заходит хорошо 4 куска все он остается буквально шок но к сожалению второй заход не удается он тут мансит тут уже дал угол захода неправильный но как есть ну и конечно же когда вы смит состоит 700 хп по нему союзники резко разучиваются стрелять не могли дать залп и не могли добить эти 700 хп ладно эсминц упал в дым и все потом при ближайшей возможности мы его будем добивать а теперь продолжаем заниматься добиванием урона реактивные торпедоносцы поднимаем аж за 10 километров можно готовиться к атаке скорость огромная все вы пролетая буквально за секунды прицел тут немного неправильно кстати показывается он у меня был полностью сведен там ему в корму все четыре зашло затопление 23 пуска урона команда противника продавила фланг на точке а и тут уже надо играть в полную силу в каком плане нужно заниматься сейчас эсминцами нужно продавливать вот этот фланг и играть уже в то же время и на домах и на победу враж скилл к без рим он чинил затопление поэтому мы пытаемся нанести им сейчас пожарчики да там тыкают что типа эсминца вроде на подсветить но я пока немножко занят эсминца надо было добивать когда у него был 700 хп и тогда не надо было бы ничего светить лк вспомнил что у него есть заградка но достаточно поздно мы ему закидываем пожарчики поднимаем штурмовички вообще без подсвета на без подсвета вражеского эсминца со стороны команды ими трудно залететь эсминц но вон он сам засвечивается я это вижу ну его добью летим на и буки и буки не шибко бронировать крейсер прицел опять неправильно отобразился прям был там идеально в посередине корабля не не могут эти балбесы разработчики сколько лет уже починить реплей чтобы нормально отображался прицел фланг на точке а окончательно рассыпался и здесь мы уже набиваем просто домашку один из кусков он был просто ближайшей целью поэтому по нему было удобно достаточно лететь реактивные бобры наносит хороший урон в принципе ими можно летать и на линкоры реактивными штурмовиками на линкоры лучше не летать но только если выбора нет потому что там бронепробитие низкая вы только в надстройке можете пробить но из плюсов конечно даже если например не пробьете можете нанести пожар пытаемся здесь видим эсминцев сходу закидываем как есть угол был не правильно удивительно аж 5 бомб попало я вообще не знаю как 5 бомб попало в такой неправильной проекции все он встал в дымы летим дальше на елка как раз он тут удобно в удобной проекции чередуем торперы с бобрами больше нас пока ничего нет и ждем отката реактивных самолетов там он 30 секунд остался эсминец вообще остался шпотный после того как с него 5 бомб взлетел но и все его добивают смоленск молодец набил эсмо остался только один эсминец но он не впадал на него летать он в принципе не особо критичен в каком плане он не идет на точке он там где-то плавает и вообще дала он делает если он шел куда-то в центр бороться за точки когда-то пока что лучше домашку подобивать то что ее пока не особо много до 100 150 кусков уже есть но тем не менее вот как раз реактивные подготовились сразу поднимаем чтобы не простаивали готовились следующие потому что нельзя чтобы они стояли простаивали иначе следующие скобрили не готовится поэтому как только подготовились реактивки мы их сразу запускаем авик там пытается на меня налететь я уже ухожу куда подальше прям максимально дистанцию сейчас держать потому что мы можем отлететь достаточно быстро под фокусом вражеского авика и если по нам еще лк скидывается а я знаю как вражеские лк могут скидываться по авику когда это вражеские лк они могут тебе прислать тысяч на 30 на 40 на 50 поэтому нафиг и этот риск да возможно я слишком далеко ушел но тем не менее там все-таки лк аж три штуки если они скинутся все вместе дружненько это будет опасно там все и буки хоть вот мы на него летим пытаясь добить я тут в полете экономлю чутка форсаж потому что он не восстанавливается как раз его хватает на атаку влетает ему там кучу урона но этого к сожалению не хватает ключевая фаза боя по сути наступает идет борьба за центр китоказик там шотный но и пока что хочется на лк больше полетать хотя надо было вот тут наверное ошибка был лететь все-таки на китоказа они его сейчас убьют по-моему не нормально так и на товар шмет габ китоказ светится его должны сейчас добить ну да все нормально ключевая фаза боя борьба за центр остались тут два лк один уже очень сильно пробитый мало конечно уже домашки осталось но мы уже успели наковырять 200 тысяч у бомбардировщиков между атак и задержку 8 секунд который вел разработчик балбес и поэтому второй раз я там его скинуться потому что восемь секунд там пока пролетишь там аура его жесткая ну короче это был бесполезно самолет уже заканчиваются но вот последний у меня эскадрилья торперов и все по одному самолет в ангаре но мы ждем реактивки здесь я уже понимаю что можно в принципе подходить поближе он на реактивные бомберы готовы спорку эти штурмаши и торперы появляется смоленск но его отрабатывать торпедоносцами неудобно то есть попасть торпедоносцами повертел смоленску это дело такое си поэтому скидываемся по монтане она более удобная цель смоленска попасть тяжело торперами это надо либо штурмашами либо бобрами работать здесь вот не очень удобно скидываться но тем не менее как получается но и поднимаем бомберов там затопчик затопчик он поремкал надо бы ему навесить пожаров и в то же время надо добить смоленска наши уже сыпется осталось всего два союзника вот смоленск 6000 до в него стреляет они факт что добьют не добивают и все таки я решаю что самому на скинуться все бомбы долетели опять прицел неправильно был отображен он был ближе ко мне то есть он как бы далеко туда ушел а он на самом деле был ближе тур маши летят опять же они по лк не очень но могут вызвать пожар что собственно и происходит даже два пожара него нет ремки все минут минотавр падает но это в принципе уже не важно потому что мы добьем этот лк здесь они я не с высоты не вижу сколько там места я почему-то подумал что мне хватит там места но здесь уже к сожалению не хватает места для сброса есть уже просто в никуда сброс здесь наверно следовало бы пойти из девастейшна наш полка но я решил отвернуть выигрывать время из расчета того что авик может меня упороться то что он на меня уже налетал и хрен знает чем его там в голове но он принимает правильное решение летать на девастейшн вместо меня потому что у меня-то истребитель на палубе и ему ему будет сложнее меня убить вернее он больше самолетов просто теряет об меня здесь скидываемся как попало там бомб много там целая серия летит сколько там штук десять даже двадцать я не помню там ног поп летит а надо попасть парочкой парочка попадает все до свидания ну и все у нас две точки у них 1 и осталось 4 минуты до конца боя поэтому я просто немножко отхожу назад чтобы засейвиться потому что хотя надо было идти из девастейшн прикрывать на самом деле надо было еще истребитель поставить но и отчета задумался на пару секунд и ну когда я имею это задумался когда играл и не заметил что мне еще остались истребители я их вроде тратил тратил видел что на бобрах уже нету а что на торпах они еще есть не заметил и вот только сейчас заметил они есть но ну короче корявый не распорядился и сейчас кину просто в никуда вот прям прям перед ним поставил хотя надо было поставить раньше но они действуют 25 секунд они все равно толк свет надолго не дадут корявый короче сделал вообще неправильно все уже понимаешь надо было идти с лк и разворачиваюсь но тут уже в принципе неважно потопит он лк не потопит тут все уже боя решу меня он не потопит и ему просто время не хватит я далеко достаточно да у него есть реактив у меня хп много и ну как бы не потопит он меня никак штурмайки хорошо заходит поэт майк у него мало брони в палубе и там урон будет большой вот скоб 16 нет 18 тысяч я ему снял штурмашами очень хорошо не заходит поэтому united states у него плохая броня лк наш умирает он там хватал до хрена урона конечно авик там тоже сильный не как игрок там игрок я потом посмотрел статистику у него не очень статистика а просто как сам корабль сильный поэтому да нашел к отправляется на дно но это уже не имеет значение минута 40 ему лететь далеко вот в то же время может быть и не зря я и пошел вперед потому что сейчас авику далеко лететь до меня и у него не хватит времени чтобы меня потопить здесь я что-то увидел что у меня готовы реактивные торперы и решил поднять хотя можно было бы брать попытаться долететь но я что-то подумал что я потом торпером и успею лучше я торперами пролечу по-быстрому и все у него кстати у united states мощные самолеты но у него они медленно даже реактивные там летят не по не по 350 и по 380 как вот у британца а по 250 по 260 узлов то есть относительно британца у него самолеты реактивные методы поэтому мне это только сейчас на руку играет заходит все четыре торпеды еще 25 кусков я ему уже много снял он там остается буквально шот ну и все бой уже закончен бой получился хороший давненько вообще таких боев не было затяжных напряженных вот такой вот получился бой интересный напряженный затяжной и эсминцы мы тут дамажили то есть команде помогали и на лк дамаж набили в принципе нейбуки 39 тысяч снесли челик он просто тактической авиации 24 куска но вот этими реактивками и еще пожарами ну а на этом все всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока пока